Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наталья. И сегодня в этом видео я хотела бы показать свои самые любимые, самые часто используемые кисти для макияжа лица и глаз. Я хочу сказать, что у меня достаточно большая коллекция кистей, но кисти, которые я использую на постоянной основе, их достаточно маленькое количество. Сегодня я хочу показать вам эти кисти. Практически все из этих кистей это кисти до 1000 рублей. Я считаю, что это бюджетные кисти. Данные кисти можно купить в любом российском косметическом магазине. Я думаю, эта информация будет интересна и полезна для вас. Я хочу показать вам эти кисти и рассказать, для какой цели и для чего я их использую. Итак, вот это вот мои самые любимые кисти. Как вы видите, их не так много. И большая часть из них это кисти от Real Techniques. Итак, далее я расскажу о каждой кисти в отдельной. Начнем с кистей для глаз. Я люблю использовать вот эти вот пять кистей для глаз. Вот эта кисть, по-моему, это из Соболь. Это очень старая кисточка от Reeve Goche. Вторая кисть, она чуть-чуть поменьше. Это кисточка от Nubo. Она тоже также из ворса Соболя. Вот эту кисть я использую для того, чтобы накладывать тени на большую площадь века. А вот эту вот кисточку я использую для того, чтобы делать какие-то акценты в макияже глаз. Для меня они очень удобные и они очень хорошо чистятся. В принципе, вот эти кисти у меня уже достаточно давно, более пяти лет, и они в достаточно хорошем состоянии. Далее я хочу показать вот такие две растушевочные кисти. Вот эта растушевочная кисть от Bidelium Tools на 876 номер. По-моему, она стоила до 300 рублей. Я ее заказывала. В наших магазинах можно найти и ее аналоги. Она не очень хорошо набита. Она не такая плотная, но она очень хорошо именно растушевывает тени. Это граница теней. Либо, если вы хотите нанести какой-то цвет не очень плотно на века. Обратная же ситуация вот с такой кисточкой от Valery D. У нее такая тоже интересная форма. Она плотно набита. И ее очень удобно использовать также для макияжа глаз. Но когда вы хотите нанести цвет более плотно, вкладку века либо растушевать по нижнему краю, либо в уголок глаза. Следующая кисть, она уже идет из синтетического ворса. Это кисть от Real Techniques. Я ее использую для растушевки карандаша и кремовых теней на веке. Она очень удобная и очень хорошо растушевывает. Она растушевывает без каких-то проблем и без пятен. То есть очень равномерно. Следующая кисточка, это также от Real Techniques. И она побольше. Вот видите, у нее такая форма. Ей очень удобно также накладывать тени на века. Но она занимает более большую площадь от века. И также равномерно растушевывает тени. Я ее тоже очень часто использую. Именно для кремов. Эти вот кисточки я использую для кремовых теней. Либо для растушевки карандаша. Следующая кисть, это кисть от RIP GOSH. Она у меня уже очень давно. Это кисть из белой козы. Она очень дешевая. По-моему, также она до 300 рублей идет. Ей очень хорошо растушевывать именно контуринг. Она не очень плотно набита, но за счет этого она очень хорошо растушевывает контуринг. Именно пудровый контуринг. Далее я расскажу о кистях, которые я использую также для макияжа лица. Хочу показать вам вот эту кисточку. Это кисточка от KIKO MILANO номер 11. Так вот она выглядит. Я ее использую для растушевки тональной основы. Ее также можно использовать для растушевки контуринга, либо кремовых румян. Для растушевки именно кремового контуринга. Хочу заметить. Также ей можно наносить базу. Она очень плотная и она хорошо набита. В принципе, качественно сделана. Очень советую вот эту кисточку. Следующая кисть это уже кисть от Real Techniques. Она вот такая вот скошенная. Называется Sculpting Brush. Я ее использую для растушевки кремовых продуктов. Я ее использую для растушевки KIKO MILANO для контуринга, для хайлайта и для румян. Она очень тоже хорошо набита. И она очень равномерно хорошо растушевывает продукт. Также ей можно наносить тональную основу, я думаю. Но я ее использую именно для контуринга. Вот такая вот кисточка. Следующая кисть это для нанесения румян. Кажется, все ее знают. Вот этот беличий хвостик, популярная кисть. Но вот данная кисть, она хороша именно для пигментированных румян. Она не очень плотно набита. Не плотно наносит эти румяна. То есть ей невозможно поставить пятна. Я ее использую именно для таких вот ярко пигментированных румян. Либо у меня есть румяна от Sleek Rose Gold. Вот именно для этого я использую. Следующая кисть это вот такая вот кисть для пудры. Я ее использую для пудры на все лицо. Она в принципе очень удобна для этого. Вообще ее можно использовать как для нанесения тональной основы. Но мне кажется это нецелесообразно. Так как потом ее сложно будет вымыть. Это powder brush. Итак, это были все мои кисти для макияжа лица. Мои самые любимые кисти, которые я использую каждый день. И практически все они стоят меньше, чем 1000 рублей. И некоторые из них даже стоят меньше, чем 500 рублей. Я надеюсь, эта информация будет интересной и полезной для вас. Пишите свои комментарии. Если кто-то пользуется такими же кисточками, как и я. Как они вам? Расскажите свои впечатления. Любите ли вы их? Эти кисти, ну какие-то из этих кистей тоже ваши любимые. Тоже напишите об этом. Если это видео было полезно и интересно для вас, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч. Всем пока.